Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Городские власти решают вопрос с расселением жителей домости, на которого рухнуло. ЧП произошло утром в среду на Садовой. Ликвидировать возгорание в считанные минуты. В регионе отрабатывают схему тушения лесных пожаров. Что грозит самарцам, которые будут разводить костры на природе? Турция и Танзания в локдауне с 15 апреля до 1 июня. Что делать тем, кто купил путевки на эти даты? Можно ли вернуть деньги? Городские власти решают вопрос с переселением в маневренное жилье жителей дома, стена которого рухнула. Напомним, ЧП произошло в среду около 8 часов утра по адресу Садовая, 5, литера А. В момент обрушения стены в здании находились 12 человек. Всех эвакуировали. Пострадавших и погибших нет. Подробности в репортаже наших корреспондентов. В доме 1917 года постройки, расположенном на берегу Самарки по адресу Садовая, 5, рухнула стена цокольного этажа. Сигнал о происшествии поступил на пульт спасателя около 8 утра. На момент ЧП в здании находились 12 человек. Все они эвакуированы. Пострадавших и погибших нет. Ирина Косачева уехала утром на работу. О том, что стена ее дома обвалилась, узнала из новостей в интернете. Сейчас все, что она хочет, забрать свои вещи. Мне обещали, что попадут там кот и кошка, которых надо куда-то пристраивать. И извините, все, что на мне. Я не собираюсь там жить. Мне есть где жить. Мне не нужен маневренный фонд. Одной из семей предоставили пункт временного размещения. Остальные жители дома предпочли разъехаться по родственникам. В здании администрации Самарского района жители дома встретились с представителями Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки и Департамента управления имуществом Самары. Им рассказали, какие документы нужно собрать, чтобы получить материальную помощь и жилье из маневренного фонда. В течение сегодняшнего дня спасатели обследуют место ЧП, чтобы предотвратить дальнейшее обрушение здания. В ближайшее время будут установлены подпорки, будут заливаться подушки и будут установлены подпорки. Будет проведена экспертиза, то есть вердиктом этой экспертизы будет возможность или невозможность дальнейшего проживания в этом доме. Пятый дом на Садовой считается многолитерным. Часть дома под литерой А аварийной не признавалась. В здании были проблемы с выгребной ямой, рассказывает Николай, житель соседнего дома. Именно в его огороды посыпались кирпичи рухнувшей стены. Об обрушении по телефону ему сообщили соседи, когда ехал на работу. В мой же огород все упало. Мне позвонили соседи, сказали, что вот так и так грохнулось все. Ну дом вот вы видите, спустя какое-то время, видите, косится он, потому что здесь они пользовались канализацией интенсивно. И она постоянно подмывала грунт. Но они подмыли не только мой дом, они же и свой подмывали. Вот к чему пришло все. По информации департамента управления имуществом Самары, в доме зарегистрировано 11 человек. Муниципальных квартир там нет. Со слов соседей, квартиры сдавались в аренду. Жители соседнего здания также эвакуировали. В домах 3,5 выключили газ и электричество. Хозяева одни, а живут другие. Раз так, значит, я так думаю, это точно они не родственники друг друга. Да мы постоянно с ними воевали по поводу того, чтобы они выкачивали свою канализацию. Они ее не выкачивали. Вы просто не представляете, что здесь было зимой. Оно вот тут налить, наверное, вот такая была по пояс. Городские власти помогут жителям собрать документы, чтобы переехать в маневренный фонд. В Самаре ведется и работа по расселению домов, которые признаны аварийными до 2017 года. За два года реализации программы с 2019 по 2020 благоустроенные квартиры получили 300 семей. В 2021 году удалось почти вдвое увеличить темпы переселения. И до конца года еще 330 семей обретут новое и, что немаловажно, безопасное жилье. Мэри Илчан, Мария Левина, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События. Диалог власти и бизнеса в Самаре обсудили актуальные вопросы по предоставлению субсидий частным детским садам. Глава города Елена Лапушкина встретилась с представителями дошкольных образовательных учреждений, которым оказывают поддержку. Подробности в репортаже Анатолия Головко. В администрации Самары состоялась встреча с директорами частных детских садов, которым оказывают бюджетную поддержку. На заседание пригласили представителей профильных департаментов и ведомств, городской прокуратуры, депутатского корпуса, общественной палаты и уполномоченного по защите прав предпринимателей региона. Основной темой встречи стало обсуждение действующего порядка предоставления субсидий частным детским садам. Такая мера поддержки действует в Самаре уже несколько лет. Ее основная цель – обеспечить доступность мест дошкольных учреждений для максимального количества семей. Именно поэтому размер родительской платы для детских садов, получающих такие выплаты, ограничен и не должен превышать 5960 рублей. В Самаре рассчитывать на субсидию могут негосударственные детские сады, имеющие лицензию и заявившие о своем желании. Неоднократно говорила руководителям частных детских садов, что мы находимся в партнерских отношениях, что мы, конечно, максимально окажем им помощь, содействие, что мы заинтересованы в их деятельности. Всегда надо находить пути решений, пути выхода. С учетом изменившейся экономической ситуации в городе необходимо скорректировать порядок предоставления субсидий. Кроме того, требуется расширить возможности по предоставлению детским садам дополнительных образовательных услуг. Сейчас представители городских властей рассматривают возможность внести изменения в нормативно-правовой акт. Действующий порядок предоставления субсидий, он не предусматривает каких-либо иных затрат, кроме тех, которые здесь определены перечнем. Именно этим порядком и руководствуются сейчас правоохранительные органы и органы прокуратуры. В случае, если будет рассмотрен вопрос о внесении соответствующих изменений в порядок, это, возможно, на будущее позволит решить все проблемы. Но тогда необходимо будет обратить внимание каждого из детских садов, именно частных, на повышение уровня ответственности. Все вопросы, которые возникали у предпринимателей, ведущих социальную, скажем так, направленность, я надеюсь, они получили исчерпывающие ответы. Очень понятно, да, сегодняшняя позиция прокуратуры в этом вопросе. В прошедших периодах была очень сложная ситуация, и мне очень понятно, да, что прокуратура погрузилась в эту проблематику. Я надеюсь, что те вопросы, которые мы сегодня обсудили, будут внесены дополнения, изменения. Директора частных детских садов, которые присутствовали на встрече, поблагодарили представителей городских властей за поддержку. Мы действительно очень благодарны, и это большая для нас поддержка, субсидии, которые нам выдаются. Мы на них очень рассчитываем, потому что это большое подспорье, не только, конечно, и для родителей, но и для нас. Во время обсуждения выяснилась необходимость в повышении правовой и финансовой грамотности сотрудников негосударственных образовательных учреждений. В связи с этим участники заседания решили провести на плановой основе совместные встречи, на которых сотрудники профильных ведомств и структур будут давать необходимые разъяснения и консультации. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События. С 15 апреля в Самарской области введен особый противопожарный режим. Пребывание граждан в лесах ограничено, а также запрещен въезд в них на автомобилях. До середины осени запрещено выжигание сухой травы и хвороста на территориях населенных пунктов, садовых и дачных участках, а также вблизи лесных насаждений. Совместные учения на этой неделе провели сотрудники МЧС, РУВД, аварийно-спасательные службы и лесники. На тушение пламени в один из самарских лесов отправилась Мария Левина. Одно неловкое движение и горит целый квадрат леса. По сценарию, который отрабатывают сегодня спасатели, из-за неосторожного обращения с огнем произошло серьезное возгорание зеленых легких в Самарской области. На месте работают 80 человек и 18 единиц спецтехники. Как итог, практически за 10 минут пожар потушен. Но такой быстрый результат – это скорее удачное стечение обстоятельств. Предугадать, как себя поведет пламя в лесу, крайне сложно. Пожар в городе гораздо проще ликвидировать, нежели чем в лесу, потому как в первом случае можно прогнозировать практически его исход. Для этого подобрать необходимое количество спасателей и техники. Здесь, в лесу, такое планирование не сработает, потому что главная хозяйка здесь – природа. Охрану лесов под пожаром в Самарской области обеспечивают 16 подразделений МЧС. По области распределены 17 пожарно-химических станций, таким образом, чтобы успеть вовремя среагировать на возгорание в самых разных уголках региона. Все станции укомплектованы специальной противопожарной техникой, и на них работает порядка 400 человек. С началом противопожарного режима работы прибавляется. За прошлый год, к примеру, потушили 70 пожаров. За две недели до начала особого режима организация дополнительно принимает сотрудников. С ними для начала проводят профессиональный ликбез, а потом учения. Совместные учения с МЧС, с аварийно-спасательными службами, до которых мы будем отрабатывать именно действия по тушению лесного пожара и предотвращению его распространения на жилой сектор. Основная из причин – это неосторожное обращение с огнем. В осеннее время произошло ряд крупных пожаров. Ввиду устойчивой, сухой, жаркой погоды, а также сильного ветра, происходило в основном горение травы, камыша. Была угроза населенным пунктом, но угрозу, в свое время все угрозы были сняты. Из-за аномально теплой весны пожарным уже пришлось немало поработать. С начала года леса горели уже 10 раз. В каждом из случаев замешан человеческий фактор, говорят спасатели, и призывают самарцев осторожнее обращаться с огнем. Я хочу напомнить, что буквально два года назад у нас на территории Красноярского района горели дачные участки, расположенные в районе населенного пункта Новосемейкино. Безопасность наших дачных участков, безопасность нашего жилища зависит от нас самих, от того, как мы будем выполнять требования противопожарного режима. А тем, кто предупреждения всерьез не воспримет, придется в лучшем случае раскошелиться на штраф в 5000 рублей. А если пожар признают поджогом, то отдыхающим грозит уголовная ответственность. С сегодняшнего дня в регионе действует особый противопожарный режим, при котором даже посещать леса запрещено. С этого года произошли изменения в правилах, и даже если посещение лесов разрешат, то жечь в них костры нет. Со стороны лесничества составлены графики патрулирования совместно как с МЧС, так и с отделом внутренних дел по районам. У нас организовано 5 патрульных групп, которые ежедневно осуществляют патрулирование и пресечение нарушения правил пожарной безопасности. В регионе 19 лесничеств. Каждый год происходит посадка новых деревьев – молодняка. Над созданием зеленых оазисов трудятся сотни людей. Чтобы вырастить целый лес, порой не хватает одного поколения. Поэтому лучше воздержаться от посиделок у костра, чем погубить так трепетно и заботливо выращенные растения. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Учения провели и по защите граждан не только от огня, но и от воды. Специалисты говорят, что наводнения бояться не стоит. Но паводка не избежать. Этой весной в Самаре уровень воды в Волге достигнет 31 метра, тогда как критическая цифра – 35. Паводок, который начнется с 25 апреля, спасателей врасплох не застанет. Как прошли учения, расскажут наши корреспонденты. Сергей Ананка спасателем работает уже 15 лет. До этого был военным. Говорит, защищать Родину и спасать людей – одно и то же. Быстро надуть лодку, правильно просчитать ее вместимость. Организовать перекачку воды Сергей может за считанные секунды. Привык делать все быстро, так как времени в критической ситуации совсем мало. Каждый год в конце апреля он со своей бригадой поисково-спасательного отряда готовится к паводкам, поскольку ежегодно есть угроза подтопления жилых районов. С наступления в городе угрозы паводка ситуации в отряде происходит подготовка автомобилей к применению их по данному предназначению. Соответственно, мы выделяем по приказу у нас два автомобиля дежурных. Мы подготавливаем плавсредства. Мы здесь снимаем это все, подкачиваем лодки. Мы, в принципе, готовы уже к применению. Командно-штабная тренировка по паводку проводится каждый год в 10 числах апреля. В конце месяца начинается сброс воды на гидроэлектростанции. Ее уровень поднимается до отметки 31 метр и выше. В это время поисково-спасательные отряды Самары дежурят усиленно. В зоне повышенной опасности Куйбышевские и железнодорожные районы. В первом много небольших рек, которые разливаются всегда в разном масштабе. Во втором река Самара стабильно подтапливает жилые дома и участки. Первый заместитель главы городского округа Самары Владимир Василенко лично проверил готовность к паводку в жилом районе Волгарь. На сегодняшний день по паводкам у нас ситуация сама по себе, она не вызывает тревоги. Если говорить по Волге, то ситуация по сбросу и это, она сегодня спокойна. По малым рекам здесь, по Самаре она в меньшей степени. Всегда есть замыленный глаз и всегда точно нужно понимать, как действует система гражданской обороны при ситуации паводков. В прошлом году из-за пандемии коронавируса подготовка к паводкам была дистанционной. В 2021-м она стала масштабнее. Появилась новая техника, закупленная по муниципальной программе пожарной безопасности городского округа Самара. С каждым годом парк обновляется и открывает новые возможности для реагирования при чрезвычайной ситуации. Парк укомплектован для выполнения задач, которые возложены на поисково-спасательный отряд. Личный состав готов, техникой и экипировкой полностью оснащен. На сегодняшний день уровень прохождения паводка на 3 метра меньше, чем в прошлом году. Но воды в Куйбышевском водохранилище очень много, поэтому и сброс будет проходить в усиленном режиме. Пока спасатели прогнозируют, что максимальная отметка паводка в Самаре не превысит 31,5 метра. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Николай Сидоров. События. Эта неделя началась с большого праздника. Самара отметила 60-летие первого полета человека в космос. Одно из главных событий этого дня – закладка капсулы на месте будущего планетария. Его построят рядом с музейно-выставочным комплексом «Самара космическая». В торжественной церемонии приняли участие федеральные, областные и городские власти. Мэрия Елчан увидела, как это было. В космической столице смотреть на звезды. Одним из знаковых событий этого года в День космонавтики стала закладка капсулы на месте строительства будущего планетария. Самара всегда считалась одним из главных городов российского ракетостроения и авиационной промышленности. Не хватало в городе только окна в космос. Капсулу заложили в памятный камень, который станет первым экспонатом планетария. Ее откроют в 2061 году, в День столетия первого полета человека в космос. Сегодня в торжественной церемонии приняли участие губернатор Самарской области и глава города Елена Лапушкина. Давайте мы сегодня дадим друг другу слово, что планетарию быть. И, конечно же, еще раз вспомним героев-покорителей космоса. Отдадим дань уважения тем людям, которые сегодня работают иногда абсолютно в секретном режиме над все новыми и новыми достижениями нашей страны в космосе. С приветственным словом выступила на церемонии закладки капсулы глава города Елена Лапушкина. Она отметила, что строительство планетария – это в первую очередь возможно для молодых ученых по-новому осваивать космос. Город не остается в стороне. Город совершенно точно будет принимать самое активное участие в его строительстве. Действительно, это же не просто развлекательный центр. Это центр научно-познавательный. Это центр, где будут проводиться научные конференции, симпозиумы и многое-многое другое. Я убеждена, что московский планетарий будет еще у нашего планетария учиться. На особым контроле реализацию проекта держит депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Строительство планетария находится в непосредственной близости от филиала будущей Третьяковки. Это позволит организовать в Октябрьском районе города единое музейное пространство, уверен парламентарий. В день 60-летнего юбилея покорения космоса, первого полета нашего человека во Вселенную, мы закладываем камень в основании будущего планетария. Он никогда не будет пустовать. В нем всегда будут люди, в нем всегда будут дети, наши студенты, школьники, кружковцы, те, кто увлечен и думает о покорении космоса. Проект будущего самарского планетария уже готов и прошел экспертизу. После принятия правительством страны решения о финансировании строительства объекта, его включат в федеральную адресную инвестиционную программу. Мэри Илчан, Николай Сидоров, События. В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Порядок наводят в парках, скверах, на набережной, на самарских улицах и во дворах, а также в общественном транспорте. В ДПО городского трамвайно-троллейбусного управления появилась новая автоматическая мойка, которая упрощает работу сотрудников, но повышает эффективность уборки. О том, как соблюдать чистоту в транспорте, расскажет Ольга Хомракулова. Самарские трамваи стали еще чище. В городском депо трамвайно-троллейбусного управления запустили новую энергосберегающую автоматическую мойку. В прошлом году, несмотря на уменьшение выручки, связанное со снижением пассажиропотока в разгар пандемии, муниципальное предприятие изыскало средства, и в сентябре были объявлены торги на закупку нового оснащения. Приобретенная мойка российского производства. Она укомплектована инфракрасными датчиками, которые помогают регулировать движение трамвая в моечном отделении. Также есть датчики контроля подачи воды. И качество ее мойки по сравнению с теми, которые отслужили, конечно, на порядок и порядок выше. Более того, в этой мойке автоматически все запрограммировано, сколько должен умыться каждый трамвай. То есть, в качестве примера, одиночный трамвай моется минуту 20 секунд, трамвай, состоящий из двух вагонов, две минуты. В ходе городского месячника по благоустройству приводят в порядок весь подвижной состав после эксплуатации в зимний период. Трамваи моют дважды в сутки, с такой же кратностью проводят дезинфекцию. Основной объем работ приходится на ночь. Кроме того, в течение дня дополнительно протирают все контактные поверхности. Чтобы справиться с возросшим объемом работ, на добровольной основе привлекаются даже литейщики, сварщики, слесари и сотрудники других подразделений ТТУ. За усердный труд литейщик-пластмасс Владимир Сосновский в прошлом году удостоился почетной грамоты Департамента транспорта администрации Самары, а также премиальных. На выручку мойщикам приходит и сейчас. Мы, в общем, разводим хлоровин Б, пропорциях 7 ложек на ведро воды. Обрабатываем, я еду опрыскиваю, за мной вот моя напарница идет, промывает дальше все остальное тряпкой. Вот, все сиденье, поручни, все вот это обрабатывается. В конце все обрабатывается, уже полы моются. И трамвай часа полтора проветривается. Запас хлорсодержащих средств в муниципальном ТТУ не снижается. Его хватит на 2-3 месяца вперед. Следующие торги планируется провести в июне. Покупаем хлорамин. Ну, хлорамин покупаем мы с прошлого года. Это необходимо для того, для обеззараживания подвижного состава. И здесь мы находимся на складе. Это у нас промежуточный склад, небольшой. Здесь у нас запасы каких-то моющих средств, мыла, антисептиков, белизных, хлорки. Есть всегда в наличии также и одноразовые маски, потому что сотрудников у нас много. Масочный режим никто не отменял. Предпринимаются такие меры для комфорта и безопасности пассажиров. Как минимум, способы для оплаты намного удобнее и приятнее. И, в принципе, чище стало. Конечно, можно, как и любую другую технику. С сезоном все-таки почище стало. Все-таки сейчас сухо, я думаю, сейчас будет еще лучше. Всего ежедневно на линию выходят 156 трамвайных составов, работающих на 24 маршрутах, и 103 троллейбуса, следующих по 15 направлениям. Ежедневный осмотр и дезинфекция подвижного состава продолжаются во всех шести депо трамвайно-троллейбусного управления. Ольга Хомракулова, Максим Гусев. События. Снова на стопе. Чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией приостановлено с 15 апреля этого года. Полеты в эти государства отменили из-за неблагоприятной эпидобстановки, вызванной пандемией коронавируса. Пока туристы ищут наилучший выход из сложившейся ситуации, турагенты несут колоссальные убытки и предлагают новые варианты отдыха. Какая альтернатива есть у самарцев, узнала Ольга Павлова. Директор турагентства Алина Трещанин внимательно изучает инструкции, которые весь день приходят от туроператоров. Больше всего новость о том, что авиасообщение с Турцией снова закрыто, расстроило тех, кто успел приобрести путевку по раннему бронированию. Все реагируют по-разному. Кто-то требует прямо сейчас денег, кто-то спрашивает, когда будет перебронь, на какие даты это возможно. Некоторые туроператоры уже прислали условия перебронирования. В списке стран, которые попали под запрет, помимо Турции оказалась и получившая сравнительно недавно популярность Танзания. По сообщению российского оперштаба по борьбе с COVID-19, такое решение было принято из-за роста числа заболевших на территориях этих государств. По последним данным, на Анталийском побережье сейчас находится порядка 30 тысяч российских туристов. Они смогут продолжить свой отдых и вернуться на родину даже после приостановки чартерных рейсов. Им повезло, скажем так, они отдохнут полностью и их будут вывозить из Турции пока в соответствии с графиком. Если будет что-то меняться, им непосредственно гид на месте уже сообщит. А так они отдыхают и прилетят теми же чартерами, просто за ними будут отправлены пустые, скорее всего, самолеты. Для тех, кто забронировал туры на теперь уже неудобные даты, туроператоры предлагают несколько вариантов решения проблемы. Первый – перенос туры на период с 1 октября 2021 года по 31 мая 2022. В этом случае стоимость путевки не изменится и сохранятся все ранее выбранные параметры. Страна, отель, условия размещения и перелета. Второй вариант – перенос денежных средств с аннулированного тура на любые даты и открытые направления. Это, допустим, Сочи или Крым. Также у некоторых операторов есть Кипры, Самары и Эмираты. Или можно перебронироваться по ценам сайта с 1 июня на ту же самую Турцию просто с доплатой, так как май и апрель месяц, конечно же, они дешевле, чем июнь, июль, август. Впрочем, жители Самарок при остановке чартерных рейсов в Турцию и Танзанию отнеслись по-разному. Я не понимаю, почему так. И, по-моему, очень много людей этим очень недовольно, потому что все уже навострили, так сказать, ушки туда полететь, отдохнуть, потому что сколько можно. Уже и так границы были закрыты. Вы знаете, я люблю путешествовать, но я еще во многих местах в России не была, поэтому я хочу попутешествовать по России. И на теплоходе в этом году плыву вот в мае. Я считаю, что люди должны думать о своем здоровье, о своих близких, родных и переносить туда-сюда инфекцию. Сейчас нет острой необходимости, ничего страшного, отдохнем в России. Тем временем колоссальные убытки из-за решения приостановить чартер несут не только туристы. Спрос на Турцию, отмечает турагент, упал даже на более поздние даты – август, сентябрь и октябрь. Люди боятся покупать кота в мешке и вновь потерять деньги, рассказывает менеджер Анастасия Колмыкова. Она сама должна была лететь на днях за границу в командировку по работе. Мы, конечно же, в шоке, как и все туисты наши, расстроены, что не сможем посмотреть. Я должна была лететь именно в Марморис, а я его как раз не посмотрела. Также мы потеряли эту поездку. Пока туристы и агенты находятся в раздумьях. Менять путевки на поздние даты или доплачивать за более дорогие отели люди не хотят, отмечают в турфирмах. Возможно, в ближайшее время рост туризмом и ведущими туроператорами будут найдены новые альтернативные варианты, которые смогут устроить все пострадавшие стороны. Ольга Павловна, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова